всем всем привет сегодня уже 20 число смотрите мой мальчик на веранде здесь у меня цветочки стоят я подняла это окошко проклеила все здесь вот все все стыки уже готовы поэтому сюда уже поставили окна мой маленький и так хорошо спал скажет да тут мне прекрасно да прекрасно наелся да и спит вот мои цветочки тут им хорошо прям на улице снежок девчата от коробки я вчера вам показывала пряжу ведь как я уложил три еще тут можно доложить и вот та еще пустая коробка вот хочу сказать что вот моя розочка верочка что мне принесла вчера подарила вот она какая красивая найти то солнце так у меня светит вот девчата ведь она раскрывается просто красота она здесь ночевала на веранде девчата у меня на веранде смотрите 20 градусов тепла вот такая погода спрашивали девочки каким клеем вот эти вот стыки вот тут еще видите я еще не делала вот эти щелки это все все клеем вот эти вот стыки обязательно вот эти все все проклеивается вот здесь и можно вот здесь даже с этой стороны все проклеить клей свет сильный сильный свет вот он универсальный силиконовый герметик белый не бесцветный а именно девчонки белый беру что у нас на улице у меня 9 утра вот такая погодка тишина солнышко день хороший сегодня он наш город слава богу вчера не было снега но снег не растает уже морозы пошли пошли прям хорошие хорошие морозы качели сирота стоит я отсканировала все документы сейчас попью иду чай хоть бутерброд какой-то проглочу и бегом бегу к 11 часам в опеку девочки вот пойду с начальницей пообщаюсь видите я сюда и он ты на улицу но не в окно же маркизка видите что творит ну и что давай открою подыши ты на улицу собрался уже через окошко не надо пойдем в дверь эти выпущу маркизик просто красавчик пойду пообщаюсь девчат что она мне скажет часто и буду уже выходить на юристов надо найти хорошего юриста именно который занимается по квартирам не по судам по разводам и сводом а именно по квартирам но я сейчас поговорю с ней если она мне все равно при опеке где-то должны быть юристы даст если мне хотя бы телефоны то уже я буду рада все надо выходить на юристов и писать заявление на расприватизацию а прежде чем на расприватизацию нужно как-то вот сейчас я с ней буду говорить чтобы вызвать комиссию в райисполкоме независимую и пусть они составят мне документ желая моя площадь или не желая но она по нормам по санитарным конечно же не желая там нету ни воды ни слива никаких других удобств ни туалета что тоже немаловажно второй этаж а туалет закрыт под железными дверями в другом коридоре все распродано девочки все все распродали там вот эти кухни были общие колясочные были их нету их просто нету девочки ну и что мы будем бегать вот видите чего любит сесть на тут градусник ты свалишь главное не свали чтобы градусник не разбил поэтому девчата у меня тепло он то стенка меня ждет красить но надо же эти закраска еще а вот это все обледенела я была не очень-то хочется я вчера здесь свет прибила ведь лампу и сидела надо еще одну лампу купить и сделать вот с той стороны я же буду там сидеть вот стол вот там надо будет розетку тянуть туда и лампочку лампочку именно для света дневного ну что девочки я бегу бегу пожелайте мне удачи пойду завтракать и бегом побежу потом побегу уже заболталась утра потому что город во льду вера шла сегодня мама говорит так скользко видите он идешь этот снег хрустит он колом стоит под ногами но и морозит сморозит девочки все время у меня не остается только быстро перекусить и бежать девчонки у меня уже два часа дня я съездила в опеку буду вас держать в курсе дела как у меня там дела еле-еле добралась мне же надо было к 11 часам я пришла кофе пью девочки так маленько подмерзла как бы прохлада на улице и все все во льду в пробках страшных нигде дороги не почищены у нас на сопке это лучше я тут спустилась так вот я хожу по этой дороге этом по леску прошла и спустилась а вот на трассе там вообще невозможно идти вот так вот как будто прошел грейдер все к бокам свалил весь снег и она вот такими кочками мокрыми все застывшие девчата ходить невозможно опасно но все равно я добралась ровно к 11 она вышла там это специалистка это вы прям точно пунктуальная игра но я торопилась чтобы люди меня не ждали я не люблю не опаздывать и не люблю когда ко мне опаздывают ну пунктуально явилась к 11 часам ну и она при мне пришла начальница и села со мной я говорю давайте что будем делать что же с чего начать она мне девчата говорит начнем а при мне позвонила юристу у них свои все есть хоть они не дают нам данных как конечно но у них все есть и знакомые и юристы которые с ними работают в общем она позвонила при мне и слышу тот и отвечает что какие действия должны быть и она мне говорит сейчас будем писать заявление о признании вот заявление о признании жилого помещения непригодным для проживания расположен по такому-то адресу но и заявление от моего имени я такая такая-то являюсь попечителем такой-то такой-то на основании такого-то распоряжения опеки и пишем значит мать несовершеннолетняя умерла в таком-то году сведения об отце отсутствует с 11 года значит вера проживает месяц со мной в моей семье зарегистрирована в моем доме по владивостоку ну и пишет она вот здесь несовершеннолетняя подопечная является собственником квартиры расположены по адресу но гурт артем и пишем указано жилое помещение фактически является комнатой хотя по документам пишут квартира вот является комнатой в общежитии не оборудовано водоснабжением и канализации водоотведением горячим водоснабжением вентиляции хозяйственным питьевым водоснабжением отсутствует туалет и ванная комната ну и вот тут в соответствии с действующим законодательством российской федерации учитывая что несовершеннолетняя такая-то такая-то такого-то года рождения является ребенком подчеркнули сиротой прошу признать жилое помещение расположен по такому-то адреса непригодным для проживания и выдать соответствующий документ она мне сказала это подать в администрацию артемовского городского округа вот я в понедельник девчата отвезу лично под роспись в трех экземплярах написали один экземпляр остается у меня за росписью пускай мне поставят входной номер печать и лично распишется секретарь что заявление принято такого-то числа вот это вот и в течение месяца у них месяц на ответ я говорю ну наверно комиссию вот они дают комиссию пусть и создают вот создают комиссию выходят с комиссии мне нужен акт обследование вот этой комнаты я говорю вы уж меня извините я прошлый раз так эмоциональная была она ничего страшного это эмоции все правильно эмоции они в каждом человеке присутствует но вы все правильно мол делаете я говорю я настроена идти до конца вот до самого конца до победного результата потому что отступать то некуда у веры за спиной только я больше никого нет абсолютно поэтому на кого и надеяться кроме как только на меня поэтому говорю я говорю не хочу посылать почтой и гадать там получили не получили я в понедельник провожу ребенка в школу поеду на автовокзал сяду тут 40 минут езды до артема съездил девчата и успею до вечера я вернуться успею там водоканал схожу отнесу им решение суда они тоже утеряли и все ставят ним долг 5000 за воду уже восемь лет они его все ставят я не оплачиваю игру долг этот списанный судом прежде чем открыть лицевой счет на оплату жилья поверной комнаты я подавала в суд и судом все все долги мамины мама там никогда ни дня не не оплачивала видать эту комнату ни свет ни воду хотя какая там вода не знаю ну наверно считали что где-то где-то она берет воду и вот эти долги вешали на веру я все все в судебном порядке все эти долги списали с ребенка потому что я знаю она не отвечает за действия своей мамы вот можно было миллионные долги повесить на ребенка как так ребенок то причем ребенок все долгов своих не заработал в этой жизни вот списали а заводу они мне тот расчет я была осенью прошлой осенью я ездила каждую осень ездил беру квитки за год потому что ежемесячно там не делать ничего я раз в году оплачиваю в декабре квартиру за год там получается квартплата 10 тысяч ну по тысячи в месяц по крайней мере было сейчас может быть уже дороже и потом я капремонт заплатила прошлый год 9 тысяч с лишним за что спрашивается непонятно какой капремонт но думаю ладно я плачу не стала я спорить хотя многие люди его вообще не платят девочки но я заплатила я заплатила тут непонятно в чей карман идут эти деньги за капремонт куда не уходят там ремонт по моему никогда с момента постройки этого здания не делался вот вот поеду рада решение суда тоже подроспись водоканал они я вам отдавала решение суда привозила у нас вы не ты значит вы утеряли его игры не пишите раньше я там приносила справку каждые полгода что она была у меня временного владивостоке прописана и заводу и не начисляли а прошлом году или в позапрошлом я вот уже сбилась тоже со счет они меняют эти законы и правила каждый год а то и на году два раза я приехала не горит заводу надо платить сейчас закон такой вышел живет не живет а заводу надо платить игру покажите где такой закон откуда такой закон ребенок во первых там не проживает она учится в дневной школе живет во владивостоке вы что хотите сказать что она вечером бегает в артем спать что ли не смешите горю меня а во вторых горю там даже воды горю нету и слива она ой принесите тогда справку что там нет воды и слива и мы тогда не будем брать с нее за воду но я принесла эту справку я принесла меня даже в этой справке девчата написали так вот жилой дом по такой-то улице бывшее общежитие как-то но стало вдруг жилым домом оборудована общем санузлом а в квартире номер такой-то верный расположен на втором этаже пятиэтажного дома водоснабжение и канализации не оборудована она сегодня сказал вот это главная справка очень даже хорошая что там ничего нету в комнате вот эту справку я им принесла водоканал она ну по этой вот справочки раз там нету воды мы значит с вас снимем оплату а те пять тысяч которые должна была вера на мама они уже вот ну девять вера со мной девять лет уже будет они девять лет мне все их начисляют я принципиально их не плачу девчата вот не буду платить я говорю вам не нравится что я не плачу их они списаны судом подавайте снова в суд подавайте я подавала я списала все абсолютно долги вераны беспредел беспредел просто девчата я вот поражаюсь людям знаете как будто она эту воду черпает его владивосток носит но сотни в этом если нам через месяц приходит положительный ответ то хорошо что там комиссия решит какое заключение даст жилое она или не жилой если же они не дадут на что я почему-то больше склоняюсь к тому что они не дадут что она не жилое заключение тогда мне начальница опеки нашей говорит тогда будете подавать уже суд но вот эта бумажка должна или 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 значит решение в положительное или отрицательное но эта бумажка должна у меня быть и с этой бумажкой уже я буду обращаться я говорю я в прокуратуру обращусь она горит суд будет прокурор обязательно будет присутствовать так как ребенок несовершеннолетний но я сделала по-другому я пойду сразу прокуратуру пусть и буду просить прокура прокурора выйти с этим заявлением в суд чтобы прокурор ну как бы выступил защитником моего ребенка я же имею право так сделать имею по моему ну вот у нас только у нас не только обязанности у нас и права есть ими будем пользоваться девочки я считаю так поэтому спать хочу девчата я вчера легла очень поздно очень поздно и встала в 7 утра стала 7 утра веру проводила и я уже не уснула не уснула потому что думаю надо документы все подготовила пока их все копии поснимала проспечатывала и в девять часов я уже давай собираться пила чай и бегом-бегом в опеку я два часа добиралась девчата туда и два часа назад что ехала тут кота закрыла не выпустила кота прихожу мне сюрприз сделал на моем диване это вообще никогда такого не было тут нам метался метался и все получите сюрприз я вообще шоке был агромаркуша что такое что ты наделал ой давай быстро быстро там менять все стираю девочки одеяло новое на новое написал на новое одеяло покрывал постирала уже и одеяло мало того что написал он там еще и накакал ужас говорю маркиз горит и провинивший сейчас сидит вот там на улице выбежал пулей на улицу кошмар в общем хотела же еще сходить на китай-город мне надо белую краску взять но уже не пойду сейчас белье повешу пойду покрывал одеяло на улицу пускай вы мерзает все там будет высыхать а сама наверное часик полежу буду окна проклею окошки мне два окна надо попроклеивать а завтра уже с утра схожу на китай-город куплю мне надо купить белый эмали белый у меня такой вот фиолетовый вот как покрашен у меня был коридорчик вот стена у меня две по моему с половиной банки есть такой краски но немножко хочу купить белый и размешать сделать ее чуть-чуть такую прям вот бледно бледную фиолетовую большой веранды вот эту стену деревянную стенку покрашу завтра а с той стороны сделаю чуть-чуть потемнее и может быть девчата я там весь коридорчик стены покрашу потому что все же там входная дверь там будем заходить по любому руками будут хватать эти стены и белые стены все время не надо будет подбеливать когда покраситься всегда можно их промыть и все я вот уже думала сделаем так но куплю завтра краску и мне надо купить этот жидкий клей жидкие гвозди не клей а гвозди чтобы клеить потолочную плитку и начну потолочную плитку вот до понедельника планы мои планы чтобы я уже сделала веранду а в понедельник девчата с новыми силами с новым настроением с новым понедельником ой поеду в артём поеду проверю свою там эту комнатку схожу в райсполком схожу водоканал там такой рынок хороший кстати девчата может быть пробегусь по рынку там очень большой хозяйственный рынок такой там тоже и китайцы и русские мне там знаете что нравилось там них птичий рынок тут вот тряпки продают как бы выходишь как бы на ту сторону и там мы ездили поросят покупали уточек кого там только нет там и собачки а вдруг я найду себе собачку девчат может баллонку какую вижу что-то я начинаю тосковать бежулим с одной стороны думаю время мало прошло не хочется брать а с другой стороны но так сейчас начнут бегать знаете придется мне в артём подавать в суд если что это только в арте уме это опять же поездки будут а щенка возьмешь и щенка одного дома не оставить на те и он такие дела она делает в лето надо брать конечно летом но все равно схожу там на рынок посмотрю что там и как там чем рынок дышит в артёме но там цены по падаешь подешевле чем во владивостоке вот мы покупали все время там и живность покупали вот когда я была помоложе мы покупали рассаду там или дар по дороге вот в артём прям на дороге продавалась рассада и саженцы были сейчас чуть на дороге не продают но в этом году и у нас даже здесь продавали на рынке помидоры и эти баклажаны всякие рассада была я уже на рассаду перепрыгнула девчата ну вот хочу сказать девочки всем всем огромнейшее огромнейшее большое большое спасибо за ваши комментарии за вашу радость которую вы разделили со мной вот два последних моих видео по пряжи я еще в эйфории хожу такая счастливая вчера вечером вера уже спать а я пошла на веранду гляжу открыла этот ящик и так посмотрела и так посмотрела и так пощупала пряжи конечно шикарная девчат шикарны рой в голове проектов и все хочется все прям вот и то и то и то и то хочу 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 ну посмотрим посмотрим сейчас вот я вчера верен свитер я довязала воротничок сделала вот такой тут послабже воротничок и поэтому как бы вот так он будет под горлышко и отгибаться так чтобы ее не душила но ребенок у меня уже спал я делала закрытие без примерки поэтому сегодня она придет я померю бока уже сшиваю вот мне перед и спинка связаны горловинка связаны и буду вывязывать рукав рукав буду делать имитацию в точного рукава также девочки платочки буду также вязать полотно получается классно спицы четыре с половиной кавказской двоечка кто-то мне опять там многие девчата опять пишет таня мы прослушали напиши на каком сайте ты заказывал пряжу девочки я все так подробно рассказывала и старалась уже громким голосом говорить но девчата если вы смотрите то ну пожалуйста внимание на такие вещи обращайте потому что сидеть и писать одно и то же один и тот же вопрос отвечать но просто нету времени я же в видео это озвучиваю вот озвучиваю сегодня опять пишут скиньте ссылочку на этот сайт от ольги но я уже в каждом чуть ли не в каждом видео говорю наберите в поисковике интернет-магазин кавказская пряжа от ольги от ольги и она выскочит этот магазин выскочит все равно пишут девчонки это просто наш невнимание или или так смотрят видео начало посмотрит или серединку посмотрит я не понимаю вот но на те вопросы девочки давайте так договоримся о которых я говорю в видео я не буду отвечать но это время только я трачу я лучше повяжу посижу не просто вчера вот вообще это уже поздно поздно я села вот загружались пока видео я повязала а так и некогда было даже повязать мне ну вот там еще что-то спрашивали вот за этот сайт где оптом набирала вот говорю еще раз говорю я набирала прям так пряжа оптом и мне вылазили много много сайтов где можно купить оптом пряжу оптом именно опт а опт или от пяти тысяч обычная но сейчас в основном делают уже от 10 много заказывают оптом поэтому поставщики уже не хотят на пять тысяч хотят на 10 и более 20 вот это вот я так брала значит пряжа опт как город-то господи урал прям напишите урал . р.ф. и вылезет этот магазин он вылазит и там примут но там опт от 10 тысяч магии гуш глуши леночка перстания на этом сайте как продают и есть ли там скидки ну лен я же опять же говорю опт от 10 тысяч от 10 они продают я вот когда сделала заказ до девчата они мне потом звонят и говорят вот это 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 есть а половина из того что я выбрала нету в наличии нет там быстро разбирается пряжа но цены вы же я же вчера озвучивал цен то девчат смешные но очень хорошие цены доступные доступные но опять же они мне звонят и говорят вот на 5 тысяч есть пряжа на 5 ее нету ту что вы заказали чтобы вам купить по оптовым ценам вам нужно сделать до заказ и я второй раз девчата заходил на этот сайт и выбирала уже пряжу ту которая у них была в наличии я добирала на 5 тысяч чтобы получилось у меня на 10 тысяч чтобы по вот этим ценам купить понимаете но я не жалею купила всю шикарную пряжу это шикарно я понимаю девчат не каждая из нас может купить сразу на 10 тысяч но если подружка вяжет или родственница вяжет вот ну с кем вы дружите да можно скоперироваться 23 человека если вдвоем то по 5 тысяч а если втроем то по три с половиной тысячи сбросились один человек заказ сделал получил и разделили ну так все равно выгодно все равно выгодно вот тысячи тоже сколько таня доставка ведь говорила вчера мне не трудно сказать девчат но не трудно одно и тоже буду же говорить тысячи рублей это деловыми линиями шло деловыми линиями не почты тысячи четырнадцатом рублей я вчера оплатила и забрали мы посылку вот поэтому девчат покупайте многие мне девочки написали многие что таня посмотрели твою посылку и тут же пошли в интернет-магазин за покупкой пряжи покупайте девчата покупайте все равно мы вяжем мы это дело любим без этого уже не живем и все равно это ну как сказать это не напрасная трата денег мы покупаем пряжу и обвязываем свою прежде всего семью я вот на заказ не вижу я вижу только для своих деток только для детей для внучки вот если я люблю плечевые изделия вязать но если захочу отдохнуть от плечевых изделий я беру и вижу плед 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 он всегда нужен вот всегда девчата а хочется же все равно хочется где-то вот знаете телевизор даже сел смотреть на ножки кинул или на плечики или во двор вышел осенний или весенний там холодный ветерок прикрылся и прекрасно плед он всегда нужен доме можно и одеяло вязать можно и подушки вязать эти как их называют на подушке одевать то не присылал там олечка такие красивые у нее на лавочке связанные ну красиво поэтому девчонки я вот поотвечала вот так поотвечала да я хочу отдохнуть час и сделать мастер-класс по желто розовой кофточки я знаю что ждут многие а мне вот видите как не было но я не отдохну же не смогу делать я сейчас отдохну и сяду прям сяду и посвящу этому мастер-классу пусть час пусть полтора там надо показывать вязать связать показать на миниатюрки я вам покажу как это вязать и у меня что-то такое вот знаете пришло что можно связать еще одну такую кофточку для кристины мне понравилось крючочком тельца вот и спицами можно рукавчик а можно крючочком тоже связать тоже посмотрим девчата на думаю значит будем вязать ну вот пока я вам все сказала все свои планы рассказала по квартире рассказала девчата как что будет продвигаться я буду всегда рассказывать девочки все мои передвижения с квартирным вопросом я буду уговорить проговаривать обязательно я надеюсь что у нас все получится да я уверена я просто уверена в этом что не может быть не может быть чтобы было что-то не в нашу пользу закон есть закон и его никто еще не отменял ну а на этом девчата я вам всем скажу будьте живы и здоровы будьте все счастливы вяжите покупайте пряжу пусть вас окружают самые добрые люди не забывайте ставить пальчики вверх подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик вам будут приходить оповещение о следующих моих видео на канале будет еще много 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 интересного жизнь моя вы же видите что я вот моя жизнь без приукрас девчата вот чем я живу тем я с вами делюсь девочки что у меня есть то я и показываю но помимо моей жизни я еще делюсь с вами своими чувствами своими переживаниями своей радостью своими огорчениями и большое-большое хочу сказать вам спасибо за вашу поддержку она очень важно для меня очень всем всем большое большое спасибо но сейчас пока пока всем до новых встреч с вами была татьяна пока пока до новых встреч с вами была татьяна пока пока